Дорогие соотечественники, вот в эти праздничные дни, как-то в ночь с пятницы на субботу, человечество, кто гулял, кто праздновал, кто отсыпался, а мир оказался неожиданно на грани Армагеддона, на грани большой страшной термоядерной войны. А народ как-то этого даже и не заметил. И как-то показалось, да ну там, что там, разберутся они между собой, да что там, да это все бреднее, это все невозможно. И обратите внимание, одни поняли смысл этой страшной истории, а другие ее увидели совсем по-другому. Ну что там, решили надавать злостному тирану, чтобы он там не химичил, чтобы он там не чудил. И вот мы тут, клевали мы на ООН, на Совбез, на все, мы сейчас его накажем, научим и тому подобное. Забываю, что у самих масса химически складированных ресурсов и много чего такого темного, все эти пробирки Колина Паула и так далее за спиной. Я-то к чему? Я-то к тому, что мы не понимаем истории сегодняшнего дня. А что уж говорить о истории, которые нам подают в учебниках, которые нам подают с трибун, которые нам подают в солидных книгах и в интернете. Что мы знаем о истории? И самое страшное, что мы смотрим на современный мир, на те истории, которые происходят прямо вот у нас в наше время. При нашем, так сказать, попустительстве и прочем, они подготовлены, эти восприятия. Как это не покажется странным? Историей наших предков, историей наших соотечественников, историей наших врагов и наших недругов. Для того, чтобы разобраться в сегодняшнем дне, а тем более еще заглядывать в день завтрашний, надо разобраться в том, что такое история, которая есть процесс, который творится каждый день, даже день сегодняшний. Я не думаю, что кто-то лучше объяснит нам этот феномен у нас в республике Молдова, чем Валентин Бенюк, профессиональный историк, ректор Ирим, человек философского склада ума и великой человеческой порядочности. Валентин, добрый день, добрый вечер. Ну, может, я как-то вот так начал с того, что люди даже не поняли, что произошло в эту страшную ночь на субботу. Что мир был фактически на грани войны. Как-то все гуляли, пили, проснулись, ну и поехали дальше. Почему так важно понимание истории, истории как таковой, для понимания хотя бы того, что творится сегодня, не говоря уже о том, что может, не дай Боже, случиться завтра. Виктор Иванович, может быть и хорошо, что мы не так остро воспринимаем вот события, в том числе события, которые произошли буквально недавно в Сирии. Хотя были где-то близко. Мы были близко. Это были дни, которые по сложности, по приближенности к эвентуальной мировой войне, они сложнее были, чем в дни Карибского кризиса. Тоже страшно. Мир был на грани. Мир был на грани атомной войны. Но тогда хоть осознание этого было. А сейчас как-то... Ну, осознание... Мы говорим пока о демосе, о народе. О народе, как people воспринимают. Да, да. То, что мы и тогда, и сейчас как бы далеки от этих событий. А близко к этим событиям, безусловно, политики, особенно те, которые принимают судьбоносные решения. И не только для своих стран, но для всего мира. Вот тогда был Советский Союз, Хрущев, Соединенные Штаты Америки, Кеннеди, молодой Кеннеди. И хорошо, что в этих ситуациях, как говорится, и в той, и в другой ситуации оказались умные люди, порядочные люди, которые сумели разобраться и сделать шаг назад от пропасти. И вот, ну, по крайней мере, америк... Парадоксально. Шаг назад от пропасти, делая шаг друг к другу. Это, да. Парадокс, да? Как-то вот шаг от пропасти, это шаг навстречу, по сути дела. Потому что вот в те времена американские политики тоже были и ястребы, и более умеренные люди. И оказалось, что президент Советского Союза... И в Советском Союзе тоже ястребов хватало. Совершенно верно. И было и рациональное мысль. И в Советском Союзе сам Хрущев, в общем, не проще был поиграться, как говорится, этими сосисками, как он говорил. Мы производим ракеты, как сосиски. И так что, вот. Но сам подход, вот, это была грандиозная операция, я имею в виду 62-й год, октябрь, Карибский кризис. Грандиозная операция. И мир так и был на грани. По транспортировке вот всего этого атомного оружия и всего, что касается обеспечения всего этого. Потому что это не просто ракеты, это комплексный военный подход. Десятки кораблей, которые транспортировали все это в секретном режиме. Совершенно верно, да. В хозяйстве, люди. И американцы оказались, как говорится, с этими ракетами рядом. Буквально 180-200 километров до Соединенных Штатов Америки. Поэтому для них это был шок. И хорошо, что сам президент оказался разумным человеком, который, как говорится, разрулил ситуацию. Но и с нашей стороны, ну, с нашей, со стороны Советского Союза, мы тогда были гражданами Советского Союза. Тоже поняли, что... Хотя не в великом возрасте, по крайней мере, мне было тогда всего лишь, как говорится, 7 лет. Ну, а мне где-то 13 было тогда, тоже мальчишка был. Ну, помню, как взрослые, мама боялась, дядьки все, и я боялся. В нашей деревне, как говорится, намного позже... Дошла... Дошла, да, да, да. Так что в нашей деревне все было спокойно, но тем не менее, если без шуток, то были... У нас хорошая дипломатия была и остается для России сейчас быть. Вот, благодаря таким дипломатам, как Дубинин, как многим другим, вот, в общем-то, они... Активно действовали, они сидели, ждали указаний. В то время появилось такое понятие, как красный телефон, прямая линия между руководителями и так далее. Короче, разрулили, мы об этом с благодарностью вспоминаем вот тех людей, которые были, как говорится, включены в этот сложный процесс. Но, вот, перед передачей вы спрашивали, вот, почему мы не осваиваем уроки истории? Вот. И этот урок как бы... Очень важный вопрос. На мой взгляд, вы знаете, вот, события начала 60-х годов, потому что был и берлинский кризис 61-го года, и карибский кризис 62-го года. Он преподается, вот эти события преподаются в спецкурсах, нормативных курсах университетских, перед студентом, читаются лекции, конференции, миллионы изданных материалов по этому вопросу. И, тем не менее, вот мы пришли, как говорится, к таким событиям, о которых вы говорили, да? Что народа как-то и не особо заметил, и как-то не особо серьезно отнесся. Ну, вы знаете, я начал с того, что... А ведь чувствовалось, вот, рост этой напряженности. То там, это, кого-то где-то в Солсбери, там, отравили, не отравили, инсценировали, не... Что вроде тут, это, значит, Хафиз Асад, который вроде как тут... Зачем это ему понадобилось, когда он уже все вроде выиграл? То есть, очень много спорного. А почему? А потому что вот он злодей. А почему? А потому что тот злодей. И с этой стороны тоже. А что такие? А потому что англичанка всегда гадит. Вот она, аргумент. А те почему? А потому что они пиндосы или как там это... То есть, и с одной, и с другой стороны мы видим образ врага, который культивировался много лет. Одни вроде как в ответ, другие вроде как по инициативе. Там очень трудно разобраться. Но вот это вот взаимное. Ведь много было слышно. И со стороны Запада, обычный обыватель. Да дайте вы этим рашам там и так далее. Аналогично с той стороны. Да дайте вы этому Западу поддайте. То есть, люди, вот как перед Первой мировой войны, оркестры бравурные, да мы их сейчас всех там затнем. Непонимание людьми, что надо договариваться, что есть международные какие-то трактаты, обязательства, порядок. Нельзя вот этот беспредел. А люди как-то съели это. И как бы выводов нет. Вот это, на мой взгляд, страшно. Страшно, конечно. Конечно, я тебя перебил. Мне очень показалось важным, что ты сейчас в дискуссию нашу вел вопрос о таких вещах, как Карибский кризис, как вот это берлинские события. Да и в Венгрии в 56-м, что там творилось тоже, могло всякое. Вот, Валентин, вот как историк профессиональный, самое главное, как методолог и философ истории, а философия – это любомудрие, это любовь к мудрости. То есть, это не просто что-то происходит, почему и как, а какой смысл этого происходящего. Где вина людей, нас всех, в том, что с нами творится. Ну, вина в том, что мы есть на свете, понимаете? Потому что, если мы поняли бы все и освоили бы урок, как говорится, на все века, то жизнь останавливается. Вот Бог, видимо, нас создал такими… Забывчивыми. И забывчивыми, и так далее, чтобы мы как-то развивались. Есть фотографический, анализ фотографического контента вот до Первой мировой войны. Вот то, что вы говорили, до начала. Так. Вот на перронах фотографии, там солдат, вот все с радостью мы на войну идем. За две недели разобьем. Вот все это, радость на лицах, вот такие цветочные, вот такие настроения. И в Париже, и в Берлине, и в Санкт-Петербурге. Везде, везде, вот фотографии. И в Вене, да. И фотографии во время и после войны, да, раненые, лица, все, как говорится. Вот, вот, и межвоенный период ничего не научил людей. Ну, где-то, благодаря, благодаря вот американскому эстеблишменту политикам, ученым, политологам, вот они подумали, почему произошло вот подобное. Десять миллионов человек погибли на фронтах, понимаете? Это великая потеря для человечества. Вот что-то надо, ну, и придумали Лигу наций, которая не была столь эффективной, но тем не менее. То есть придумали инструмент универсального такого склада. Площадку какую-то. Да, где люди встречаются, обсуждают, ну, и ставят вопрос о том, чтобы не было войны. И тем не менее происходит Вторая мировая война, более убийственная, более трагичная, чем Первая мировая война, где погибли в пять раз больше людей, чем в Первой мировой войне. Хотя, казалось, опыт, вот он. Вот он, рядом с нами. То есть вопрос, вопрос в чем? Вопрос не в том, что вот чем мы виноваты. Да, мы ничем. Простые люди ничем не виноваты, но тем не менее где-то мы... Как бы каждый в отдельности не виновен. А все вместе почему-то вот... А все вместе где-то и наша вина. Наша вина. Целое поколение. Вот смотрите, есть объективные вещи. Я попробую так вот сказать. Чтобы нашим телезрителям, соотечественникам было понятно. Есть и объективные вещи, да. Ну, не столь объективные, но тем не менее. Вот есть вещи, которые не зависят от нас. Но есть вещи, которые зависят от нас. Вот не зависит что? Вот хотя она субъективна по своему складу. Немецкая культура и философия зависят от нас? Нет, она произошла вот такая. Вот эта базис... Что она великая, сомнений нет. А серебряная и золотая русская литература 19 века тоже это произошедшее. Факт. Это факт. Мировое сокровище. То есть французское, английское, да. Французское социальное движение, которое дало миру, как говорится, великие примеры трансформации и великих людей, которые умеют пользоваться технологиями, я имею в виду политическими и так далее. Ну и испанская литература, и вообще европейская. Это великие примеры, которым мы учитываем и руководствуемся. То есть это уже есть. И каждая из этих философий, культур, историй этих стран и всей Европы вместе, она... Причем Европы понятая не только узко, как вот сейчас. Европа это, так сказать, только Евросоюз. Европа, извините, от Атлантики до Урала. Это огромные территории. Огромная культура. Атлантическая Европа, скажем так. Ну и в культурном смысле тоже, имея в виду, что вот это и есть Европа. Но, то есть эти все вещи, они нас ставят в каких-то рамках. Поведение, мышление. Ну, вот все, о чем мы говорили, дает возможность... Разумности какой-то. Да, дает нам возможность... Порядочности. Вот, о порядочности. О репутации, о разумности. О совестливости. О совестливости и так далее. О гуманности. О человечестве. Все это, понимаете? Но есть и другие культуры, которые, по сути дела, стали культурами недавно, но они были субкультурами. Ну, может быть, я не буду совсем прав, но культура Соединенных Штатов Америки... Люмпенская во многом. Вот она своеобразная. Я не буду квалификацией разной ценой, но она своеобразная. Но вряд ли она строилась... Появилась она как субкультура. Появилась она как субкультура. Как субкультура европейской культуры. Переместившаяся от плохой жизни в Европе, от войн на новый континент, в поисках счастья, как в Австралии, как в других местах. Ну, то есть, эти... Культура беженцев, фактически. Совершенно верно. Да, да. США — это культура беженцев, которые бежали из этой Европы, которая их угнетала. Ну, они бежали... И оттуда много чувства свободы. И на самом деле, веря в то, что свободный человек может достичь многого. Да. И не только... Ну, культура свободы. Вы очень правы. Потому что, скажем, из Великобритании отправляли людей, которые были осуждены на 10 и больше лет. Да. Их отправляли в Северную Америку. И там они выживали. И в Австралии каторжники одни. Совершенно верно. Вот. Это такие вещи, которые замыкаются на культуру, на поведение, на мышление и так далее. Ну, своеобразный такой исторический бихавиаризм. Но есть вещи, которые как бы зависят от нас. Это борьба за власть. Я прошу прощения. Это борьба за власть и людей, которые участвуют в этом процессе. То есть, вопрос, кого мы выбираем. Понимаете? Какую партию мы выбираем? Какую доктрину мы выбираем? Какого президента мы выбираем? Все. Понимаете? Посмотри, я понял. Вот сейчас я все время сопоставляю. Что, посмотри, насколько важно, допустим, в американской культуре, как нигде, понятие права выбора. Но забывается при этом, а что ты собираешься выбирать? И как это? Вот мне кажется, вот ты сейчас зацепил эту больную струну. Ну, эх. То есть, свобода просто как свобода может по ножовщиной, кольтами кончаться, чем угодно. Свобода нуждается в том, что, мне кажется, ты сказал, совестливости, порядочности, какому-то желанию выслушать другого, взвесить. Не просто прецедентное право. Что такое прецедентное? А Джек тогда застрелил того-то, сейчас я застрелю его. А ведь вот это понятие англосаксонское прецедентного права, что действуем по тому, как было где-то, когда-то, мне кажется, это немножко опасно. Примеров в истории бывает много. Много. И таких, и других. Совершенно верно. Здорово ты зацепил эту тему. Борьба за власть. Свободы. И свободы, законности, совестливости. Борьба за власть, она иногда переступает и через закон, и через совестливость, а чаще всего, особенно в последнее время. И эта борьба, эта борьба без, как говорится, вот этих... Борьба без правил. Без правил, да, да. Порождает невеликих, как говорится, политиков. Я к чему веду? Вот скажем, вот скажем... Кеннеди был великий политик. Кеннеди, Рузвелл и Трамп. Сравни их. Или Буш. Вот сравните. Вот понимаете как. Или Черчилль, или современную. Или Черчилль и Терезу Мэй. Да. Вот сравните Терезу Мэй сегодняшнюю. Highly likely. Да? Highly likely. Вот весь масштаб. Вот. То есть, весьма вероятно, что произошло подобное в Солсбери или там в Думе. Весьма вероятно. И на основе вот этого краеугольного обвинения происходит все остальное, накладывается. Я не думаю, что Черчилль при всей своей специфичности, он... Он со Сталиным договаривался. Он договаривался не только со Сталиным. То есть, это был великий человек, великий политик. Или, скажем там, Деголь и Макрон. Или Сарказин. Сарказин тем более. Ну, а сейчас он, как говорится... Деголь вернул золото Франции и сохранились в США. Правда, сгорел в 68-м году. Понимаете, немцы когда спросили... Это был великий человек. Он из НАТО вышел в Деголь. Когда немцы при капитуляции спросили, что эти тоже нас победили... Про французов? Про французов. Это благодаря Деголю. Потому что он, будучи очень гордым человеком, он не считался со своей, как говорится, со своим я, со своей гордостью персональной, личной. Но что он такого склада человек был, он унижался перед Черчиллем. И Черчилль его унижал, но ради своей Франции. И он в этом смысле великий человек. Он отвоевал право Франции после войны быть в стане победителей. Вот почему немцы спасили. И эти, говорит, лягушатники нас победили. А между прочим, у Франции есть своеобразная традиция. После наполевоиновских войн, после Венского конгресса 1814 года, Франция на коленях была. Хуже даже. Опушена. Полностью, понимаете? Вся Европа, как говорится, ополчилась против... И тем не менее, вот Франция стала... С колен. С колен. Вот. И стали времена, как говорится, триумфа после вот этих событий, когда Наполеон III, он обсуждал вопросы европейской архитектуры. И вопрос о Румынии решил... И только обсуждал. Наполеон III. Наполеон III по Румынии решил вопрос. Совершенно верно. Он, как говорится, держал и Пруссию в ежовых рукавицах. Ну, пока не появился Бисмарк на... Кстати, это Бисмарку принадлежит знаменитая фраза, когда он видел, как устраивалась Румыния, и он, видя усилия валашских дипломатов и молдавских дипломатов, тех княжеств, он сказал, у меня такое впечатление, что Румыня – это не нация, это профессия. Имея в виду, что искусственно создавалось это государство. И вот это Бисмарк, я так понял, вот после того, что ты сказал... Ну, это не Бисмарк, но... Не, Бисмарк сказал, это фраза его знаменитая. Но я понял, это как бы в пику Наполеону III было сказано, что намутил ли французы тут. Вот что касается Бисмарка, я хочу затронуть через эту призму. Сильная личность. Другой вопрос. Вот Бисмарк, при всех своих достоинствах, как говорится, он поставил начало «highly likely», то есть «пост правды». Он поставил начало «пост правды». Кстати, самое популярное слово сейчас в Европе – «пост правда». Хотя она появилась в 92-м году. Хотя по-народному это вранье просто. Это вранье. Тотальное вранье. Это манипуляция. Назвали «пост правды». Да, назвали «пост правды». Кстати, слово, оно придумано сербсо-американским драматургом, который обсуждал в своих драматургах, пьесах и драматургиях, обсуждал вопрос, кажется, войны в заливе. И он выявил вот это слово, а потом оно было перенята. Ну, это вранье. По-народному «пост правды» это вранье. Так вот, что касается Бисмарка. Он автор так называемой «Эмской депеши», которая была просто письмо-фальсификация, чтобы спровоцировать войну между Францией и Пруссией. Вот, вот, как похоже с этими пробирками, с химией и так далее. Совершенно верно. Вот коротко об этой истории, очень коротко. Очень интересная история, это факт. Значит, ну, как мы знаем, Вильгельм, который был королем, он не хотел никакой войны с Францией. Он очень не просто боялся войны, он чурался. И Бисмарк был убежден, что только в крупной такой жесткой войне, одержав победу, можно объединить, как говорится, и укрепить Германию как государство. И вот это было в 1878 году, когда третий раз уже посол Франции, он попросился в аудиенции к Вильгельму с тем, чтобы... Знаю, что тот миротворец, тот такой был, да. ...преподнести месседж Наполеона Третьего. А в чем этот месседж был? Это был месседж провокации. Вот, где король должен был ангажироваться в том, чтобы он против того, чтобы занимать, занимать, вот, престол Испании через... По поводу чего могла разразиться война. Да, он должен был сказать, я не буду никогда занимать этот, не он, а Принчпи, как это было? Ага, Принцепс. Принцепс, да. Принцепс, Принцепс. Какой-то Леопольд, он должен был сказать французам, что он никогда не будет занимать престол. Наполеон хотел спровоцировать, в свою очередь, Вильгельма на войну. Вот, но, чтобы спровоцировать, третий раз, вы были послом, третий раз, значит, посылает посла к Вильгельму с тем, чтобы он говорил, что я никогда в жизни, вот, письмом должен был утверждать, что я никогда в жизни не буду унижать достоинства Франции на международной арене. Он, понимаете, вот, он должен был послу сказать вот этого, то есть, это своеобразное унижение. И когда это было в Эмске, вот, такая местность, и когда он уже уходил из этого городка, Вильгельм, да, он оставил, он оставил через своего секретаря Бисмарку своеобразный отчет, вот, все, что произошло. Он взял эту записку, отредактировал, и написал, что Вильгельм, как говорится, не принял третий раз посла, он отказался говорить по всякому вопросу, что касается отношений между Германией и Францией. Таким, и это было опубликовано. И это было постправдой. И это было опубликовано. То есть, из целого письма остались только начало и конец, но, который спровоцировал вот эти вещи, значит, этот контент, конфликт между войной. По сути дела, это была та пробирка, которой махал Колин Пауэлл. Только пробирка на бумаге, а не мука там в какой-то стекляшке. Совершенно верно. Вот эти зеки, да, и с той, и с другой стороны, как говорится, и все это было спровоцировано. И так далее. То есть, это старая история. Вот вы говорили, почему мы не учимся. Не учимся ничему. Потому что политики специально применяют вот эти технологии, highly likely, постправды. Или это еще называется конструктивизм. Вот те, которые хотят, как говорится, еще... Высоких теорий. Теорий получат. Конструктивизм. То есть, это не... Конструируем реальность. Не такую, как я. Мы конструируем. А мы ее конструируем. Какую мы хотим, какую мы видим, какую мы хотим, чтобы... Хотели бы, чтобы другие видели. Это было, да. Да, поэтому после этого появляется уже, как говорится, ну, куча таких историй. Пробирка Колин Паул. Да. Ирак. Страна исчезла, по сути дела. Она... Раздолбали на шиитов, суннитов, курдов и так далее. Ливия на три части разделена. Тоже между шиитами, суннитами. Не утихает. Не утихает. И кто и знает, как оно будет там. И они попытались сделать из Сирии подобное. Понимаете? Тоже вы помните? Там, типа, такой арабской весны устроили до сих пор. Это весна там полыхает. Ну, слава богу, что... Ну, я не знаю, с точки зрения египтян. Ну, и с моей точки зрения, слава богу, что, значит, появился такой политик, как Сиси, который побеждает уже второй раз, и он навел там порядок. Иначе в Египте было бы то же самое, что в Ираке, в Ливии и в Сирии. Вот. Поэтому вот эти эмские депеши в том или в другом виде появляются, как говорится, в разные места, в разных... То есть это, грубо говоря, это еще одно слово. Вот эти, можно сказать, депеши в современном жаргоне, это фейки, как бы, получать. Да, это фейк. Фейк, понимаете, вот Трамп, он выступает против... Жалуется на фейки всегда. Фейк ньюс, фейк, фейк ньюс. Вот. Он жалуется и выступает против, но сам он оперирует, может быть, он не знает об этом, он оперирует теми же фейками, понимаете. Фейк, понимаете, когда ему говорят, что давайте мы подождем немножко, чтобы международная организация по запрещению химического оружия, как говорится, разобралась в этой думе, было, не было и так далее. Ну, это, конечно, время. Совершенно верно. Мы уверены, потому что мы уверены. И они должны были. Они были, по сути дела, уже, как говорится, на старте, чтобы через день... Начать работу комиссии. Или даже в ближайшие часы. Да, начать работу комиссии. И ударили, как говорится, 103 ракеты, вот ударили по Сирии. Это вообще непонятно, понимаете. То есть, понимаете, когда специальные службы между собой оперируют этими комбинациями, да, постправдой, фейками и так далее, чтобы подставить друг... Ну, это естественно, да. И другое, когда политики вживую друг друга дурачит, это уже очень опасно. На глазах всего мира. На глазах всего мира. Это никакие подковерные, там, бейсмарсковские штучки, вот те. Это в открытую... При наличии ядерного оружия, вот это очень и очень... Потому что, понимаете, обнадеживает поведение Путина. Она очень серьезная. Она очень, как говорится, с подходом, с расстановкой. Ну, и слова взвешивает этот человек, поскольку... Путина понимает ответственность свою. Вот. И пугает Трамп его поведением. Пугает Трамп, хотя он вначале мне был симпатичен, понимаете. Да, на фоне этого истеблишмента. Помнишь, когда он пришел в класс, он что сказал? Я расчищу эти вашингтонские конюшни. Ап, и не очень это получилось. Сам замазался. Вот. Меня обнадеживает, скажем, Меркель. И беспокоит Макрон и Хали Лайкли, Тереза Мэй. Беспокоит, потому что они... Меркель опыт и ответственность. Когда Макрон говорит, если вы не будете бомбить, то я буду бомбить. Ничего себе. Это не серьезно. Он же руководитель крупной державы. От ядерной державы. Ядерной державы. В отличие от Германии, у Франции ядерной. Совершенно верно. Это вот такое несерьезное, ну, грубо выражаясь, пацанское вот такое поведение. Ребята, они... Кстати, у Трампа тоже пацанское. Тебе не кажется... Сложная психология этого. Мы с тобой так или иначе, как бы, поработали на государство. Так вот, я когда был послом, я не просто был послом, я вынужден был быть военным атташе. Раз у меня штатов один-два и общался, значит, эти функции военного атташе должен посол. И я вот среди всех этих тусовков, военных министров, что туда в Пекин приезжали, во всех посольствах, все эти сборы военных атташе, а я четыре года повертелся, кроме всего, в этой военной среде. И что я понял в этой военной среде? Военные в сотни раз более уважительные и внимательные друг к другу, чем политиканы. Конечно, может быть, может быть, даже вот все, что произошло в Сирии, вот так, слава богу, что вот таким образом все сошло, пока она нет. Кто ее знает, что это, наверное, благодаря военным, потому что три, трое суток подряд они вели переговоры, то есть американцы с русскими вели переговоры по поводу вот не трогайте вот здесь, не трогайте там и так далее. Хотя, я что вспомнил вот сейчас, сейчас и профессиональные, то есть и военные министры, далеко не все профессионалы. Ну, видимо. Более того, вы знаете... Специальных гражданских ставят, ненюхавших порох у людей. Более того, вот Адамович, этот белорусский писатель, как его, который про войне... Василь Быков? Не Быков, а... Адамович. Адамович. Он говорит, у войны не женское лицо. Это верно. Вот в Европе, в частности, война как бы приобретает женское лицо и очень непрофессиональное. Вот смотрите, в Норвегии женщина, министры обороны, в Германии министр обороны, женщина, и они против женщин, но они не военные. И у войны не женское лицо. Это очень верно сказано, понимаете? Не для женщин это... Вот. Грубая работа вот это. Ну, можно на вскидку назвать 10 военных министров, которые являются непрофессионалами, и при том еще и со всем уважением, я говорю, женщины. Женщины, которые это дело махать саблями и ракетами, понимаете? Это очень... Это, мне кажется, даже где-то унижает женщин. То есть их заставляют... Как мать, конечно. Это, знаешь, все равно, как в Советском Союзе было, значит, идут дорожные работы, бабы с кайлами, а начальнички, мужики, учетчики ходят. Очень верно. Это оскорблять, унижать же. Так и здесь, в этом военном поприще. Я родился у железной дороги. Чего же хорошего. Вот я смотрел, как женщины... Действительно, вот мужик-бригадир, да? Он со всеми... А баба пашет. Они пашут и эти шпалы тащат. Вот равенство между женщинами. То есть, вот такие перегибы, вот такие моменты. Может быть, европейцы, Бруссель, в частности, думают о том, чтобы, как говоришь, женщина, войны не будет. Нет. Там подспудные вот эти законы, закономерности жизни и отношения между государствами, борьба за власть, борьба всех против всех, она все равно порождает войну. И что будет эта женщина делать, которая... Она была в свое время, скажем, да, ну, бизнесменом или там еще что-то, которое не связано абсолютно с войной. Понимаете? И она должна разобраться в этих. Да, есть начальники генеральных штабов, там еще что-то и так далее, и так далее. Но она должна сделать... Она должна проводить политики, военную политику, по сути дела. Да, 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 государство. Так, это вообще болезнь всей Европы. Болезнь всей Европы. Нет профессиональных дипломатов, нет профессиональных военных, а жизнь, она сталкивает. И требования высокие. Народов, стран, людей и так далее. Сталкивая, то есть это порождает конфликт, войну, в котором надо разобраться. И здесь профессионал не разберется. Как вот, ты хороший пример привел. Вот американские и российские военные, вот перед всеми этими событиями. Разобрались. Как принято говорить, вот этот бешеный МЭД, министр обороны США. Бешеный пёс, да. Оказалось, что никакой не бешеный пёс и не бешеный МЭД. Оказалось, что его ума государственного человека прошел, что вот через такое военное горнилое испытание. Вот. И он со своими русскими коллегами нашел общий язык. Разобрались, конечно. И его ребята нашли. И я говорю, я еще в Пекине замечал, что между военными есть колоссальное чувство взаимного уважения. Они прошли, многие из них, через горнило войны. И они знают, что такое цена. Они болтуны эти политиканы. Это и есть элемент сдерживания. Потому что военные знают способность друг друга. Цену друг друга. Кто, что. Политик может говорить, что там Путин там демонстрировал. Или американцы своими томогавками, что там. Да это. Военные знают. Что за этим стоит. За этим стоит. Поэтому это и есть элемент сдерживания. Не просто ракеты, как говорится, и вооружение сдерживает страны друг друга. От нападения, от взаимной цены. Это еще и менталитет особый. Это еще и военный менталитет, который знает точно, что произойдет. И что можно ожидать или не ожидать противника. Теперь, поскольку мы вот эту тему затронули. И как мы видим, понимание современной истории даже людям трудно удается. Где уж понять ту предшествующую историю, которая, между прочим, как исторический процесс, обеспечивает и то, что сейчас. То, что сейчас не взялось с неба. Оно не обвалилось и не обрушилось. Это все столетиями, тысячелетиями этот процесс. И вот мы пришли в настоящее время. И от того, как мы понимаем смысл того, что пройдено нашими предками, любимыми, нелюбимыми, но это все и есть смысл истории, становится, вот как мы сейчас видим, даже личная история человека. Один военный видел кровь и испытал, и другой военный насосался. Кто в Афганистане, кто где. И эти люди понимают цену человека. А кто не понимает этого, для кого война, это вот на картах какие-то стрелки, фишки, и какие-то деньги, и какие-то электоральные очки, вот мы видим мир на грани войны. И вот поэтому я очень прошу заключения. Ты очень здорово вскрыл на простом человеческом языке вот эти сложности истории. Вот что бы ты хотел сказать нашим соотечественникам, и не только им, всем тем, кто нас так или иначе слушает. Ну, Виктор Иванович, я хотел сказать следующее. Вы знаете, чтобы освоить хоть немножко уроки истории, надо приложить огромного труда на то, что называется осмысление. А это происходит в школах, это происходит в университетских аудиториях, это происходит при написании книг и их обсуждении, при чтении этих книг, это происходит в рамках конференции, это происходит постоянно день и ночью. Это очень затратный механизм и очень такой далеко идущий, который не дает тебе сегодня результат. И очень нужный обществу всему. И те руководители, которые оставляют все этот труд ежедневный, ленивый, но это как подкладка, которая не видна, но держит тебе, как говорится, тепло и микроклимат какой-то. Понимаете? Вот все, что сверху, это красиво, да? А снизу там должно быть тепло и созданный своеобразный микроклимат. Так вот, это осмысление, постоянная дума об этом, о исторических событиях. О смысле истории. О смысле того, что происходило и происходит. Это очень затратно, но это абсолютно необходимый механизм, который составляет вот эту мантию, подкладку, которая не видна. Может быть, она и некрасивая. Но она обеспечивает жизнь. Но она обеспечивает наше будущее и нашу жизнь. Поэтому надо и руководителям нашей страны, я имею в виду в первую очередь... Не доверяться чужим учебникам. Надо осмысливать. Конечно, надо иметь свою историческую школу, надо иметь историю своей страны, надо ее защищать через эту историю. Понимаете? Вот когда я вижу... Я действительно уже перестаю понимать, это тоже своеобразная постправда. Когда приходит бывший президент Румынии, Басевску, да, приходит здесь, и мне, значит, чатацану... Гражданину. Гражданину моей страны, моей Молдовы, да, он мне рассказывает, как оно... И как он спекулятивно рассказывает, бесстыдно рассказывает. По-шулерски. По-шулерски он мне говорит, что тебе будет лучше... Якобы. У тебя будет хорошая пенсия, у тебя будет хорошая зарплата, якобы, да, да, да. Потому что я не хочу обсуждать вопрос о том, что Румыния – это бедная страна. Самая бедная в Европейском Союзе. У тебя будет вот и дом, и каменный притом, и то, и все, и так далее. Мне стыдно слушать все это, понимаете? Бедного президента страны. Мне стыдно слушать вот это, когда чужой человек, хотя и из Румынии, бывший президент, политик приходит сюда, и мне говорит, продавайся, я тебе обеспечу вот пенсии, и зарплаты, и так далее. Как он еще здесь ходит, по этой земле, по нашей, понимаете? Как позволяют ему это? Это вообще немыслимо. Вот еще один урок истории. Ну что, наша передача подходит к концу. И для меня вот лично вот эта беседа, которая произошла сейчас на глазах у телезрителей, она мне самому вот поставила так несколько вопросов. Потому что если человек после усвоения чего-то не задается вопросом, считай, что это ворби, вен, это ничего. Так вот, она опять поднимает такой вопрос. Вопрос, а насколько каждый из нас ответственен за ту историю, которую мы творим каждый день? Не говоря уже, насколько мы ответственны перед тем, что завещали наши предки. Спасибо тебе за то, что у меня в голове, я думаю, у наших телезрителей, еще раз мелькнул этот драматический, но очень важный для будущего наших детей и внуков вопрос, что мы творим, насколько мы ответственны за происходящее вокруг. Насколько колокол, как говорил Хемингуэй, не думайте, что он просто так звонит, этот колокол звонит по вас. Большое спасибо. Спасибо вам, Виктор Иванович, за приглашение. У нас в гостях был Валентин Венюк. Как вы убедились, человек очень глубокого понимания смысла исторических процессов, смысла происходящего. Мы ему очень благодарны. И хотелось бы вам сказать следующее. На дворе весна, на дворе красиво, черекают птички. Все нормально, и дай Бог, чтобы дальше было так. И помните, цвести или не цвести этим садам, или быть сожженными во веки веков, зависит только от нас, мои дорогие соотечественники. Вечно влюбящий вас Виктор Иванович Борщевич. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова